Всем привет! Ученые выяснили, как стресс разрушает мозг, как тот самый мозг питается и какие сны видят. Подробности, как всегда, далее. Российские ученые показали, что под воздействием стресса в гиппокампе происходят процессы нейровоспаления, ведущие к дегенерации и гибели нейронов, и в конечном итоге к эмоциональным нарушениям и потере памяти. Оказалось, что гиппокамп избирательно накапливает гормоны стресса, запускающие нейровоспаление. В ответ на это в гиппокампе и коре происходит выделение провоспалительных веществ, цитокинов. Через месяц после прекращения действия стресса уровень основного провоспалительного цитокина в гиппокампе остается повышенным, в то время как в коре больших полушарий количество того же цитокина к этому времени приходит в норму. Таким образом, ученые установили, что в течение длительного времени после отмены стрессорного воздействия процесс нейровоспаления в гиппокампе не прекращается. Довольно долго считалось, что ключ к развитию человеческого разума заключается в росте размеров мозга, но исследователи из Южной Африки и Австралии опровергли это предположение. Дело в том, что размер мозга в ходе человеческой эволюции возрос примерно на 350%, а вот кровоснабжение мозга увеличилось на 600%. Из-за необходимости мозга создавать все более энергоемкие связи между нервными клетками, обеспечивая тем самым эволюцию сложного мыслительного процесса и усвоение информации, возрастала потребность в кислороде и питательных веществах, которые обеспечиваются притоком крови. Два отверстия в основании черепа позволяют направлять кровь от сердца к мозгу. Отследив изменения в размере этих отверстий, у наших предков исследователи сумели проследить эволюцию человеческого разума. Ученые в Массачусетском технологическом институте нашли способ отслеживать поведение памяти во время сна. Давно не секрет, что в это время мозг закрепляет в памяти все то, что узнал, увидел или освоил накануне. Однако пронаблюдать этот процесс до сих пор не представлялось возможным. Пока мозг активен, ученые могут фиксировать изменения его активности и обнаруживать определенные паттерны, связанные с памятью или отдельными событиями. Но искать повторяющиеся модели в электромагнитной активности спящего мозга ранее считалось бесполезным. Исследователи разработали компьютерную программу, которая анализирует активность гиппокампа спящих мышей и предсказывает, запомнило ли животное то, что случилось вчера. Это были самые мозговитые новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok